Все заболевшие они привиты в связи с отказами Все заболевшие они привиты в связи с отказами Число заболевших корью в Новосибирске приблизилось к полусотне Коммерсант от 26 февраля 2019 года, 18-23 Число заболевших корью в Новосибирске достигло 48 человек Большинство заболевших члены общины евангельских христиан-баптистов Отказавшиеся делать прививки детям Карантин объявлен в 13 школах Это не первая вспышка кори в регионе В прошлом году было выявлено более 30 случаев кори, в основном среди мигрантов Отметим, что всплеск заболеваемости в Новосибирске развивается на фоне роста заболеваемости по всей России Управление Распотребнадзора по Новосибирской области предупредило о напряженной эпидемической ситуации в регионе по заболеваемости корью На 21 февраля насчитывалось 39 заболевших, из них 34 ребенка К 25 февраля число заболевших, по данным областного Минздрава, составило 48 человек Наибольшее число случаев зафиксировано в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска На карантин закрыто 13 школ города Как сообщили в Распотребнадзоре, ситуация осложняется тем, что заболевшие эпидемиологически связаны между собой и находились в контакте Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами В управлении уточнили, что речь идет об одной из общин евангельских христиан-баптистов Руководители общины приходили к нам на беседу, уточнили твердый знак в управлении Мы объясняли последствия распространения заболевания В молитвенном доме в Дзержинском районе, где собирались члены общины, твердый знак сообщили, что он закрыт на карантин Представитель общины Сергей Неак от комментариев отказался Старший пресвитер объединения церквей евангельских христиан-баптистов по Новосибирской области Андрей Мельников заявил, что в такой ситуации может оказаться не только любая церковь, а любое сообщество людей, в которое внедрилась болезнь Есть разные объединения баптистских церквей, и та, в которой сейчас вспышка кари, не наша Определенные люди в церкви и вне церкви могут отказываться от прививок, и мы видим негативные последствия этого их выбора Раз есть такая группа людей, с ними надо работать, но далеко не все их единоверцы занимают такую же позицию по отношению к прививкам Конечно, если в наших общинах нечто подобное произойдет, мы будем препятствовать распространению болезни Рекомендовать людям оставаться дома и лечиться, отметил господин Мельников Делать прививки или нет личное дело и свобода совести каждого, сказал твердый знак пресвитер церкви евангельских христиан-баптистов спасения Владимир Гомаюнов Никакой принципиальной позиции церкви по этому вопросу нет, и из этого не нужно раздувать что-то присущее церкви У меня 11 детей, 19 внуков все привиты По его мнению, то, что заразились карию люди из одной общины, является совпадением На вокзале могли заразиться люди, в кинотеатре Вопросы о медицинских услуг, прививок в церкви На проповеди не обсуждаются наши дела проповедовать Евангелие Если у людей возникают вопросы, их можно решить в личной беседе Если же человек начинает свою позицию разносить и продвигать, такие вещи пресекаются По данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова Около 300 человек, контактировавших с заболевшими, вакцинированы Еще 400 человек отказались от прививок Постановлением главного санитарного врача Новосибирской области Проводится иммунизация населения против кори в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска Работают иммунологические комиссии по пересмотру медицинских отводов от прививок Создан оперативный штаб, рассказали в управлении Распотребнадзора По словам главного инфекциониста региона Ларисы Позняковой Заболеваемость корью не носит массовый характер, а касается лишь узкой группы населения В регионе хорошая прослойка вакцинированных против кори их число приближается к 90% Отметила она Что известно о заболеваемости корью в России? По данным члена корреспондента РАН, профессора Новосибирского государственного университета Сергея Нитисова Заболеваемость корью в России в 1980 году достигала 133,9 случая на 100 тысяч Население В 1990 году 16,2 случая на 100 тысяч В 2015-м на лет целых 58 сотых случая Эта динамика обусловлена массовой вакцинацией детей и взрослых от кори Прививки для населения проводятся бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства, учебы, работы Отметим, что за 2017 год в России зарегистрировано 725 случаев заболевания корью, показатель на 1 тысячу Человек 0,50, за 2018 год 2538, 1,73 на 1 тысячу Человек По данным областного Минздрава, в 2016-2017 годах в Новосибирской области не было зафиксировано ни одного случая кори Однако в прошлом году экстренная вакцинация от кори была проведена более 4 тысяч Человек В регионе было зафиксировано 34 случая заболевания Комментируя сложившуюся ситуацию, возглавлявший в то время областной Минздрав Олег Иванинский сообщал, что регистрируется случай заболевания среди мигрирующего населения, в том числе цыган Идет большая работа по вакцинации, поскольку это неорганизованное население, которое сегодня приходится ловить Проводим эту работу совместно с УВД Оксана Павлова, Новосибирск Иглы разума Твердый знак собрал рекомендации экспертов по изменению российского национального календаря прививок Читать далее Субтитры создавал DimaTorzok